приветствую всех у себя на канале сегодня у меня появилось немного свободного времени и я решил приготовить еще один рецепт творожных сырников у меня на канале уже есть один рецепт с более мягким творогом но сейчас я сделаю с другим посмотрим что из этого получится поехали ну приступим к приготовлению теста значит для рецепта я взял творог вот такого плана два с половиной процента выше 5 процентов я не рекомендую брать так как сырники у вас потом в сковороде просто напросто потекут понадобится буквально одно куриное яйцо столовая ложка сахару кто любит более сладкие сырники может добавить сахару себе больше но так как я предпочитаю сырники с брусичным вареньем то мне лично мне сахар будет за глаза понадобится полторы столовой ложки манной крупы манную крупу я беру мягкого помола они жесткого зернистость муки чем меньше тем лучше но и понадобится щепотка соли но это не обязательно масло растительное масло сливочное само собой разумеется и понадобится немного пшеничной муки творог или творог в различных регионах россии говорят по-разному поэтому определяйте это для себя сами я порог немного разомну так значит вбиваем яйцо сразу добавляю сахар добавляю щепотку соли добавляю манную крупу и все тщательно перемешиваю ну и катамасе добавляют ворог и также перемешиваю все то я отправляю бумажное полотенце и сюда же я отправляю мою готовую массу накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник сейчас вечер и выпекать сырники я буду только утром мне нужно просто напасться чтобы банка стала мягче чтобы она разбухла почему я сделал на бумажную салфетку чтобы вся лишняя влага с творога у меня ушла ну наступил следующий день и я теперь начинаю формировать сырники сковороду я включил из 9 возможных на троечку и накрою крышкой и она будет у меня прогреваться примерно минут 7 так ну а я мою руки и начинаю формировать сырники так ну ручки предварительно помыл так что чтобы не было сговоров творожная масса у меня простояла всю ночь и она уже готова в твороге осталось немного жидкости совсем чуть-чуть но нам это совершенно не помешает присыплем поверхность немного мукой и сформируем вот такую вот колбаску из этой массы я сформирую 8 штук делаю я это очень просто пополам еще раз пополам то есть на 8 равных частей сформированные сырники я буду выкладывать на пекарскую бумагу это я делаю для того чтобы просто-напросто мне не слиплись присыпаю поверхность опять немного мукой и обволакиваю сырники так чтобы они у меня не клеились формировать сырники можно точно также при помощи вот такого кольца но это не обязательно у кого-то она есть а у многих я больше чем уверен его просто-напросто нет и если у вас творог будет влажный то такое кольцо вам не понадобится потому что творог будет постоянно приклеиваться к рабочей поверхности вот то что я имел ввиду видите как только немного мука впиталась все сырник начинает прилипать поверхности ну вот сырники готовы приступаем их выпечки сковорода разогрелась добавляю немного растительного масла и немного сливочного обратите внимание насколько горячая у меня сковородка то есть масло шипит не очень сильно нам больше и не нужно ну и выкладываю сырники в сковороду в дальнейшем я их выпекать в духовке уже не буду поэтому я накрою крышкой тогда они у меня приготовиться за один раз но это как говорится на любителя кто как любит мне нравится так так сырники с одной стороны обжарились я их переворачиваю аккуратно двумя вилочками чтобы не поцарапать сковородку ну ведь довольно презентабельный с учетом того что я готовлю именно поэтому своему рецепту во второй раз в принципе я мало что изменил от того рецепта которое я использовал единственное что я вместо муки добавил манную крупу ну и порог естественно совершенно другой манной крупы я добавил немного больше то есть вместо одной ложки у меня в этом рецепте полторы ложки выглядел вполне достойно опять накрываю крышкой и пику дальше до чего я не добавляю в сырники но это лично я не добавляю ванильную инсенцию или ваниль это по желанию так сырники готовы я их перекладываю на бумажную салфетку очень аккуратно как так сырники в данный момент очень уязвимы они у вас просто могут рассыпаться поэтому аккуратненько снимайте лопаточкой так как я еще не завтракал то я сразу 4 отправлю к себе в тарелку я добавлю себе немного гусеничного варенья и добавлю немного сметаны ну вот такой легкий простой завтрак значит друзья если вам понравилось это видео делитесь с ним в комментариях со своими друзьями а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч